Петров пост установлен в память того, как апостолы постились перед проповедью христианства. Суть – достичь самосовершенствования путем добровольного воздержания. Отказ от некоторых видов пищи, молитвы, покаяния, сострадания и гуманное отношение к окружающим, говорят священники, помогает почувствовать единение с Богом. В честь того, что святые апостолы, готовясь к проповеди Евангелия, они взяли на себя пост. И можно даже так сказать немного шире, что вся жизнь апостолов была постом. И мы, поскольку мы являемся преемниками апостолов и последователями учения Христа Спасителя, мы тоже постимся. Петров пост длится от 8 до 42 дней. Зависит от того, когда празднуют Пасху. Если она ранняя, то поститься нужно будет дольше. В этом году он длится 14 дней. Завершается всегда 12 июля – праздником ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Этот пост достаточно простой. Попроще, чем Великий и чем Успенский. В этот пост разрешается рыба. Но рекомендуется к ограничению пища животного происхождения – мясо, яйцо, молоко. Петров пост не строгий. Питание разнообразное. Овощи, фрукты и сухофрукты, зелень, крупы, орехи, мед. А вот шумных компаний и вечеринок в пост следует избегать. Стараться не ссориться. Есть и народные поверья на этот период. Желательно не стричься, иначе волосы станут редкими. Не рекомендуется давать деньги в долг. И лучше воздержаться от занятий рукоделием. Якобы можно зашить свое счастье и благополучие. Продолжение следует...